На улице Новоивановской произошло серьезное ДТП. Автомобиль Сузуки Свифт на скользкой дороге ушел на обочину, а после в ворота госпиталитов. Автомобиль Сузуки Свифт под управлением очень молодого человека движется по Светландской в сторону Луговой. В районе остановки Гайдамак машина по неустановленной причине теряет управление и на всем ходу влетает в угол КПП госпиталитов. Просто услышали сильный удар, вышли, поинтересовались. Один парень остался там еще под подушкой, видимо, был, не знаю его последнего, он выходил. А этот водитель был в шоковом состоянии, парнишка. Я его спросила, поинтересовалась, как он говорит, вроде что-то занесло меня. А как занести, я говорю, не гололеда там не было. Кто его знает, может растерялся. Скорость, говорит, он маленькая, было меньше 60 километров. От комментариев по поводу случившегося и водитель Сузуки, и пассажир уклонились. Тем более, что к ним повышенное внимание проявляли и сотрудники ГИБДД, а также прибывшие медики скорой. По словам последних, здоровью молодых людей ничего не угрожает. У обоих юношей выявлены лишь гематомы, вызванные в основном натяжением ремней безопасности. Именно они, да сработавшие подушки, сберегли здоровье, а может и жизни юных гонщиков. Что касается машины, то она разрушена основательно. Удар пришелся в угол кирпичной стены, отчего фасад свифта неузнаваемо смяло. При этом можно назвать удачей тот факт, что машину понесло боком, и она соприкоснулась со зданием КПП по касательной, благодаря чему большая часть автомобиля сохранилась в первозданном виде. По мнению всех присутствующих, основная причина аварии – скользкая дорога. Коварный поворот в этом месте собрал уже не одну машину. К этому печальному списку минувшей ночью добавилось еще одно имя – Сузуки Свифт.